Всем доброго времени суток, сегодня 28 октября, канал Azimani. Хочу затронуть тему Амазона по продвижению и посевам. Для меня самое важное вообще во всем обучении, во всем остальном, это именно продвижение. На многих обучающих программах и всем этом остальном, так скажем, конкретно продвижении, а продвижении информации очень мало, она схудна и непонятна. То есть достаточно в элементарном виде она представлена, раздайте, запустите рекламу, ну и используйте эти ключевики. На самом деле она намного сложнее, интереснее, веселее и не всегда получается. Вот, хотелось бы в этом видео затронуть в этом отношении продвижение два способа. То есть это у нас раздача, в принципе, которую все знают, а второе это, естественно, SEO. SEO мы априори имеем в виду, что сделали отличный листинг за деньги на Fiverr, за деньги еще у каких-то специалистов, или мы сделали собственными силами. Есть по этому поводу несколько умозаключений. Например, мне америкосы советовали, чтобы я не сдирал с амазоновских листингов никакого текста, ни description, ни буллетов, ни тайтлов. Почему? Потому что, как мне объяснял американец, основная масса на Амазоне также не, так скажем, носители языка. И друг у друга передирает очень многие, даже, даже, даже топовые продавцы. Из-за этого мне советовали выбрать конкретно американские магазины, которые занимаются этими товарами. Для корма для животных одни магазины. Для обычных товаров, другие магазины, Walmart и так далее. Потому что там сидят именно носители языка, как мне объяснили. Они и описание пишут, более лаконичное, более короткое, более правильное и читабельное для американцев. Понятно, нам надо SEO, чтобы текст был. Но, в любом случае, это имейте в виду. Второй момент, это по поводу, кто будет, если делать вам по заказу. На мой взгляд, кроме как носителя языка, больше никто нормальный текст не может сделать. Потому что нам надо одновременно, чтобы он был читабельный. И одновременно, чтобы он был SEO-продвинутый. То есть, найти человека одновременно, знающий английский язык, это недостаточно. То есть, взять ключевые слова и передать, чтобы там, я не знаю, учитель английского языка нам сделал, это не пойдет. Даже англичанин, он в любом случае для Англии сделает, для Америки сделает менее эффективно. Но, с другой стороны, надо тоже понимать, иметь квалификацию, это текст проверить, даже заказывая на файвере любому там американцу. Helix 10, в принципе, помогает. Ну и, собственно, нужны знания, подготовка, знания тех же элементарных способов набора этих ключевых фраз, анализа и все остальное. То есть, проверять работу этих, так скажем, наемных работников. Так что, по листингу, по фото, в принципе, все ясно. Мы подразумеваем, что у нас все круто. Сейчас тема пойдет именно по SEO-продвижению, там, я не знаю, серый, черный вариант и так далее. Я вот, так, переходим в Facebook. На днях сделал опрос. Опрос был связан с тем, что на меня уже, там, я не знаю, второй десяток людей вышли по SEO. Именно, вот именно вот эти правила. SEO-продвижение на первой странице, удержание позиции две недели, оплата по выполнению. Как бы, я вижу, много людей были заинтересованы и интересовались там. Кто-то отрицательным, естественно, кто-то положительным, кто-то за нормальные деньги, кто-то не за ненормальные. Я могу сказать свой опыт. Я знаю достаточно приличное количество людей, которые столкнулись с проблемой продаж или, например, у которых очень дорогой товар. То есть, раздача, продвижение через раздачу товара очень сомнительная и очень дорогая. Плюс у некоторых товарные остатки не очень большие. То есть, привозили в небольшом количестве. То есть, перед тем, как запускать весь этот бизнес-проект, люди не понимали, как его будут в конечном итоге продвигать. Потому что это очень важно. В начальном этапе все уже продумать до самого конца. Но, как правило, нам на обучении, на всем остальном это не говорят. Потому что не заинтересованы объяснять людям, что будут большие затраты в будущем, в продвижении. Нам говорят, что мы достаточно легко возьмем товар и его начнем продавать. Потому что на Амазоне обалденные обороты, все дела туда-сюда, тролливали. Но, еще раз говорю, выбор товара, хороший даже выбор товара, это исключительно, сколько мы потратим на маркетинг в будущем, на продвижение вам. Если мы попадем точно в цель, в тренд, в сезон, в спрос и так далее, у нас будет все хорошо. Надо не забывать, что даже если у вас пошли продажи сразу, чуть ли не без отзывов, то есть вы выставили, он сразу пошел. Если вы будете, опять же, все правильно делать, дополнительно продвигать все дела и действия те же, когда вы плохо продаете, он у вас будет просто продаться еще лучше. То есть если вы выставили товар, он продается там 5-10 штук с первого захода, вообще без отзывов, ну, будет у вас отзывы, будет у вас какие-то продвижения, опять же, и все вот эти вот моменты, я думаю, у вас продажи удвоятся, утроятся и так далее. Просто надо все в любом случае это знать и не рассчитывать на то, что просто попадете в товар, он будет просто так продаваться. Как правило, этого нет. Не рассматриваем вот эти варианты, когда само собой все продается, рассмотрим варианты, когда продается не очень хорошо или вообще не продается. Вот здесь уже вопрос, как продвигать товар. Вот рассмотрим конкретно в этом видосе именно ситуацию с вот этим вот таким вот SEO-продвижением. Естественно, самый вопрос здесь, первый вопрос это гарантия. Я вот как раз написал, что денежку после выполнения. Но те люди, которые со мной на меня вышли, они принципиально не хотят, потому что объясняют тем, что их уже кто-то обманул. Я в это не верю. Мне они доказывают, что их уже обманывали, что люди выходили на первую страницу, они выполняли свои обязательства эти две недели. Потом люди говорят, что мы еще подождем. Мало, нам не устраивает, мы хотим не на первую страницу, а в первую пятерку, ну и так далее. Мне кажется, это лукавство, потому что тот человек, который продвигает, у него все равно более сильная рука. То есть он может, опять же, испортить продажи человека, который он продвинул. Хотя они говорят, у них таких механизмов нет. Так что имейте в виду, я не знаю, правда это или неправда, у меня в это веры нет. Вот, если бы я продвинул так свой товар, мне его так сильно задвинули, и, ну, во-первых, благодарность однозначно есть, во-вторых, какая-то должна быть порядочность, и, в-третьих, естественно, надо прописывать все условия выполнения работы до того, как они после. Вот, из-за этого я не знаю, мне кажется, это неправда. Вот, мы из-за этого, в принципе, с этими людьми не стали работать. Ну, один из таких факторов. Вот, платить вперед, я считаю, это неправильно, потому что на данный момент тема эта достаточно популярна. У меня, как минимум, в списке есть больше десяти пакистанцев-индусов, не знаю, там, кто они, по национальности точно. Например, из-за этого, если в середине лета предложения были именно такие, да, пришлись нам 300 долларов, 300-600 долларов примерно была цена летом. Все зависит от ключевой фразы, по которой вы хотите продвинуть свой товар. Естественно, чем больше конкуренция, тем больше надо ресурсов потратить на это. Каким образом это делают? В принципе, под видео здесь достаточно грамотно все расписано. Это было достаточно давно уже все известно, что совершение полезных действий. Но с кем я российскими программистами общался, ну, не получалось особо так хорошо. Наверное, нужны серьезные ресурсы. То есть, действительно, это не просто так, не просто так люди деньги берут. То есть, это не на раз-два сделать. Вот, из-за этого они берут какое-то время определенное. Это первый вопрос. То есть, вопрос именно гарантии. Второй вопрос бана еще более важен. Вопрос бана важен в том плане, что достаточно... У меня, по крайней мере, одного знакомого нет. Реально знакомого человека, с которым я общаюсь, работаю, который давно это сделал. Сейчас, на данный момент, у меня только один человек мне сказал, что он продвигает. Он мне, в принципе, посоветовал, хотя я до этого уже знал, вот этот сайт. Они денежку берут по факту выполнения. Но, могу сказать, ему они не смогли продвинуться. То есть, неделю конетелились. У нас там с 20-й страницы всего на все. Я не знаю, будешь раздавать товар. У него при условии, что первой странице всего в среднем 10 продаж. У лидеров там 40, 30, 20. На первой странице есть чувак, у которого вообще меньше одной продажи. Ну, то есть, не знаю, как его продвинули. Может, он только начал торговать, я не особо анализировал. Вот, но они не смогли его нормально сдвинуть за целую неделю. Некогда им было там, не хотели они или еще что-то. Не знаю. Человек потыркался с ними около недели. Сначала товар с 20, там, какой-то страницы упал там на 16, и потом вернулся на 18. Ну, вот так вот болтыхался. Я могу сказать, по раздаче в такой конкуренции, раздавая, я не знаю, там, 2-3 штуки в день, можно было, мне кажется, там, до 5-й, 4-й страницы спокойно дойти. И надо иметь в виду, что еще придачу перепрыгнуть, например, с 400-й до 5-й страницы будет легче, чем с 5-й на 1-ю. Вот, то, что конкуренция и плотность, опять же, конкурентов будет гораздо выше. Ну, вот, но его даже до 5-й, там, до 3-й страницы не довели. Потом на него вышло еще несколько человек. Здесь он делал именно по этим ценам. К нему вышло несколько человек, и из них он выбрал одних, с которыми он сторговался с 400 долларов до 200 даже. И они его вывели за 2 дня. Вполне возможно, что совокупность факторов, те начали его долбить, и эти не перестали долбить еще. Вот, то есть, его это вытолкнуло на первую страницу, но в любом случае, факт именно такой, что человек сейчас с тремя продажами на первой странице, пока смысл рассказывать о той компании нет, тоже они деньги берут постфактум. Сейчас мы будем тестировать неделю, как он там обещает, а не продержаться для старта, потом ему денежку надо будет заплатить. Вот, потом мы будем с ними переговоры вести, это те же самые бракистанцы, но живущие там в Англии. Ну, пообщаемся на английском, ну, то есть, посмотрим, пойдут ли они на какие-то, так скажем, сотрудничества, потому что, почему нет, если нормально делают, если они объяснят механизм без каких-то, ну, совсем расплывчатых фраз, вот, то есть, они, во-первых, берут деньги постфактум, во-вторых, по оплате можно получить какую-то на нашу группу, например, скидку, ну, не знаю, посмотрим по ситуации. В любом случае, сейчас ориентир, цена от, раньше было 300-600, теперь 200-600. Ну, надо не забывать, что у нее очень легкая группа, то есть, средняя цена, это вот от 300 баксов, как и было. Кому это интересно? Для меня, соответственно, оплата денег по факту, это очень важно, но это как бы гарантии какие-то, и когда люди говорят, что мы там сначала деньги берем, ну, как ты при условии, что тебя никто не знает вообще, они говорят, что мы там кому-то делаем. Я вас не знаю, тем более не знаю тех, кому вы делаете. Для меня это вообще не показатель. Вот, то есть, это просто слова, вообще абсолютно не авторитетные, так скажем. Здесь люди, по крайней мере, берут постфактум, и сейчас, в принципе, с лета у нас все они на это перешли, так что никому не платите вперед деньги ни за отзывы. Я имею в виду там патистанцев, но всем остальным, если вы людям не доверяете, ни за SEO, это вообще бред, потому что достаточно много предложений, когда вы платите по выполненной работе. Не платите никому. Это очень часто возникает обман, потому что, ну, есть просто люди, которые действительно ничего не делают, просто собирают деньги. Вот, это первый момент. Второй момент по бану. Опять же, я с этими людьми не договорился, и с теми не буду вписываться, так скажем, в эту историю, если они популярны, нормально не объяснят гарантии по банам. Что такое бан? Бан на Амазоне получить можно абсолютно за все, что угодно. Абсолютно. То есть, это такая огромная машина, просто под ее механизмом может попасть любой. Там, тайтл неправильно написал. И самое обидное, что в чат напишут, тебе напишут, что да, проблема решена, а на самом деле она и не решалась. Почему? Потому что в чате сидят люди, у которых очень жестко есть иерархия. То есть, они имеют какую-то возможность там нажать на две кнопки, а тысячи кнопок до них не до, так скажем, ну, нельзя на них нажимать, узнавать и так далее. Даже к руководству, может быть, обратиться они не имеют права. И бывает, что люди месяцами долбятся, и потом за минуту, за пять минут им решают там такие вопросы, которые не могли решить до этого. Это именно говорит о том, что есть разные-разные ситуации, и есть очень серьезные ограничения по возможностям у людей в чате. То есть, они могут что-то конкретно сделать, все, больше ничего не могут. Они не могут там позвонить, попросить, позвать и так далее. Они там, я не знаю, по всему миру живут. Можно на совершенно разных попасть, с совершенно разными возможностями на Амазоне. Вот, так что по бану будем уточнять. Здесь вот мне написал человек, что спросить надо. Буду спрашивать по ценам. Я, в принципе, обрисовал, какая ситуация. Можно, в принципе, писать все, что угодно. Если найдете там за 50 долларов, там, скидывайте ссылки. Будем только рады. Я не призываю никого платить за, там, я не знаю, тысячу долларов. Я просто знаю, что ко мне несколько человек обращались, сказали, что если ты там, типа, гарантируешь, или кто-то прогарантирует, что они действительно сделают. Я готов и тысячу долларов заплатить. Потому что бывают совершенно разные ситуации. Бывает, товар на 10 тысяч долларов висит, он стоит насмерть. А, например, это очень дорогой товар, по раздачам никак его продвинуть нельзя. Только надежда вот на это. При условии, что человек видит на первой странице, у него, например, три продажи в день, а на первой странице стоит человек с одной продажей в день. Он понимает, что туда можно пробиться. Он понимает, почему-то. А у одной продажи у него ужасный листинг, ужасная цена, плохие фото. А у него все хорошо. То есть ему просто надо туда дойти. Ну, совершенно разные причины бывают. Так что тут уже каждый выбирает для себя. По бану, опять же, будем разбираться. Есть как бы люди, которые компетентны в этом отношении. Но 100% естественно гарантии нет. Мы также раздачами занимаемся, рискуем тем же баном. Даже мы с выкупом товара рискуем тем же баном. То есть мы практически ежедневно нарушаем правила Амазона. Я, например, лично их не читал. Я еще не с одним человеком не встретился, который прочитал все правила Амазона и изусть их знает. Потому что они часто меняются. Они на английском. То есть даже если я их переведу, я толком не пойму. Там, насколько я знаю, даже по правилам Амазона, оказывается, надо первым словом писать свой бренд. Ну, к примеру. То есть там столько таких правил, что маму не горю. Так, по поводу SEO рассказал. Сейчас я вот написал тут такую вот вещь, предлагаю. Но народ очень серьезно, быстро так отреагировал. Идея была не в том, чтобы топить конкурентов за счет понижения конверсии. А исключительно за счет того, что, насколько я понимаю, есть два варианта. Это топить вокруг себя всех конкурентов и за счет этого подниматься. То есть убивать просто отношение кликов и продаж конверсии. И за счет полезных действий. Ну, так как мы полезные действия... Можно, в принципе, кстати, попробовать и полезные действия, но... Не знаю. Ну, кстати, да, сейчас приколю. Исправлю вот эту вещь, дополню. Если мы не хотим топить, можно попробовать полезными действиями. Вот. Это весь смысл в том, что... Просто интересно. Вот у нас вот 500 человек. Это немало. Ну, в смысле, тут 1800. Но я сомневаюсь, что основная масса из них отреагирует. Ну, хотя бы треть. Если отреагирует и в день. Каждый день. Потому что с каждого IP, с каждого аккаунта можно один раз в день. Амазон, насколько я понимаю, фиксирует вот эти вот заходы. Если бы мы заходили и делали полезные действия... Ну, полезные действия, я так понимаю, мы один раз можем сделать. А именно убивать конверсию можем ежедневно. Ну, если это интересно, напишите. Просто я абсолютно не призываю никого убивать конкурентов. Потому что такая ситуация может быть, что мы реально... Даже из этих 600 человек будет хотя бы два человека, которые будут конкуренты друг к другу. Вот. То есть, может быть, такой парадокс, конечно. Ну, вероятность невысокая. Но в любом случае я все понимаю. Там по поводу мне пишут этого, как его звать, кармы там и так далее. Ну, это действительно так. Я согласен абсолютно. То есть, никого не призываю. Просто думал вообще вот по этому SEO. Меня, честно могу сказать, переговоры с SEOшниками просто убили на днях. И я из-за этого что-то думал. Просто вообще, как в этом отношении двигаться. Потому что тема горячая. Тема горячая очень такая... Ну, в некотором реально я знаю точно людей, которые это делают. Есть люди, которые хотели бы это делать. Если бы там были хотя бы... Ну, не то, что минимальные гарантии качества. А именно... Ну, нормальные гарантии, я думаю, если были бы вообще тут процентов 90 бы согласилось. Потому что говорить про бан, про бан... Мы тут, я не знаю, две недели назад спорили о том, как отзывы, что все бан получат. Ну, кого... Кто-то считает, что получат, кто-то не считает. То есть, кто-то отзывы, я не знаю, там, через гиф-карту пускай получает. Ну, я могу сказать, гиф-карта только в одном случае работать будет, когда у вас будут продажи хоть какие-то. Если у вас там продажа, одна продажа в день, то есть, должно быть хотя бы два человека, чтобы вы разыгрывали гиф-карту. Тут вопрос доверия. Кто вы такой, чтобы люди вам поверили, что те же 500 долларов разыграете. И количество людей. Потому что за этих двух не факт, что они захотят участвовать. Ну, неинтересно и все. Получить 25 отзывов, как нам советуют боги, где-то там у друзей. Но не у всех друзья в Америке есть. Например, у меня было достаточно приличное количество. Я из них вымучивал, наверное, отзывов. 20-15 я получил. Причем очень долго. Потому что многих не было. Прайма очень долго видели. Почти у всех не было. Вот. То есть, ну, много-много всяких моментов возникало с этим делом. И получилось так, что проще было с чужими людьми все это сделать. Потому что мои друзья делали мне одолжение. Даже не мои друзья, а друзья моих друзей. Вот. Им это было не очень удобно, комфортно там и так далее. Основной массе. Не всем. Некоторые очень быстро отреагировали, очень быстро помогли. Чужие люди, которые эти заточены там. Вот я говорю, у меня товар достаточно простой. Думаю, многие его знают. И у меня в том же Фейсбуке бабушки брали на ура просто. То есть, вот у меня там основной клиент мой был, где я там продавал там 70-50 под конец практически. Ну, где-то 60% скидка. Брали неплохо. Когда скидка была под 70, брали на ура просто. Ну, вот. Из-за этого момент вот этих всех вещей очень сложный. Банов и всего остального. Так что, абсолютно, я согласен с мнением каждого. В плане того, что может быть и так, может быть и так. Просто у всех подход совершенно разный. Ситуации разные. И риски должны быть тоже, ну, хотя бы минимально спрогнозированы. Если, еще раз говорю, человек вкладывает серьезные деньги, ему рисковать надо минимально. Вот. Как он продвигать будет? Ну, блин. Если зонбласт работает, значит, можно раздавать. Зонбласт закроется, значит, раздавать нельзя. Я делаю такие вот выводы. То есть, надо смотреть просто на монстров, которые в теме, которые этим зарабатывают серьезные деньги. Если сейчас сервисы по отзывам толком не работают, значит, отзывы и обзорщики сейчас на данный момент притаились. То есть, появится новая информация, появятся новые сервисы или старые заработают по каким-то условиям, удобные для нас. Ну, и все. Тут вопросов никаких не будет. В принципе, вроде все. Будет новая информация. Если я найду действительно путевых, мы переведем переговоры с SEOшниками, которые выйдут на контакт нормально, нормально, не криво, с какими-то там своими условиями и так далее. Ну, я считаю, это криво. Потому что, как бы, не то, что они там выходят, а мы там такие важные, а в том плане, что если ты хочешь предложить свою услугу, предлагай ее нормально. Не надо ее предлагать с каким-то одолжением. Потому что, я честно могу сказать, конкуренция на этом рынке, мне сегодня только двое еще предложили эту услугу. Даже вот могу показать, если кто не верит. Вот чувак, например. Вот сегодня он мне написал. Вот я не знаю, кто он там. Пакистанец, Араб и так далее. Вот человек пишет. Что-то он там опять, что-то он там продвигает. Ну, вот не знаю, что там SEO, не SEO, но в любом случае я с ним там в другом месте переписывался. Вот в этой тематике. Их просто море. Их становится все больше и больше. Кстати, огромные проблемы с этим тоже надо иметь в виду. Если летом их было не так много, и мы только об этом говорили, то сейчас уже многие этим пользуются, а рано или поздно Амазон это прочухает. Чем больше людей будет пользоваться определенной схемой, потому что у всех, у этих товарищей, по-любому одно и то же. Примерно одно и то же. Ну вот, хотя еще говорю, здесь вот в комментариях мне написали два варианта. Один вариант хороший, здоровый. Один вариант мертвый прям. Ну, прям мертвый. Вот. И будем как раз спрашивать. Вот человек тут написал комментарий. Можете почитать. Так что будем тоже это уточнять и спрашивать. Ну, опять, что они скажут, будем слушать. И если будет более-менее адекватный подход, первое, это, естественно, деньги оплачивать только по факту. Второй момент, это, ну, вот, например, человек сейчас уже сделал, мы будем смотреть, когда его забанят, так скажем. Я надеюсь, его не забанят. Вот. Но имейте все в виду, чем больше массовость, тем нам, тем Амазон быстрее закроет это все дело. Вопрос бана. Если ничего такого кардинального не нарушает эти механизмы, ну, такого, что там, манипуляции типа, на манипуляцию можно такой, как бы, широкий диапазон, то есть на все влиять, раздача влияет, и влиять наши отзывы, которые мы получаем на старте. Кстати, кто получает отзывы на старте через разные там схемы, имейте в виду, что, вот, я недавно письмо читал, что там Амазон смотрит статическую. У них статистика раньше была, насколько я помню, 5% от всех покупок, от всех покупателей писали отзывы. Сейчас они поставили предел вроде типа 10. Но это все относительно, конечно. На старте, на старте, я думаю, они душить не будут, там, за первые 25 там отзывов, например. Но злоупотреблять с этим нельзя, и я бы всем советовал, в любом случае, если вы получаете в день, там, 1-2-3 отзыва, купленных, там, я не знаю, с выкупом или без выкупа. Без выкупа это вообще очень рискованное дело. Пускай даже аккаунт, кто у вас будет отзыв вам писать без выкупа, я считаю, это только выгодно тем, у кого дорогой товар, все остальное это неправильно. Вот, это можно делать, там, 1-2 раза себе, там, в начале, и все. Потому что их чаще всего, очень часто Амазон удаляет, многие, многие не удаляют. Вот, но очень часто удаляет, и вероятность, опять же, бана увеличивается в разы. Так что я никому не посоветую отзывы получать без выкупа товара. С выкупом товара, опять же, тоже надо делать аккуратно. Нельзя, чтобы у всех одни и те же люди выкупали товары, из-за этого мы набираем базу людей. Первое, люди те, которые хотят покупать товары. Второе, те люди хотя бы, которые в Америке, например, могут предоставить адрес, и мы, не отправляя на ту же свою историческую родину, не тратя за перевоз товара, по-прайму в Америку просто кому-то будем на разные адреса скидывать людям. Вот, то есть разные люди, обращайтесь, мы как бы в этом отношении общаемся. Вот, по отзывам сказал, по вероятности банно сказал, Севу сказал. Будем двигаться дальше, какая информация будет новая, интересная. Расскажу. В принципе, все. Как всегда, лайки, дизлайки, комментарии. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok